Начиная с 50-х годов, противотанковые управляемые ракеты начали завоевывать себе место одного из самых популярных инструментов для уничтожения тяжелой техники и транспорта противника. ПТРК прошли длинный и извилистый путь как конструкторских улучшений, так и боевого опыта, что разделило их на множество разнообразных моделей. Сегодня я расскажу о том, какие ПТРК бывают, что за системы связи и приемы наведения используют, разложу по полочкам технические минусы и плюсы тех или иных вариантов, а под финал продемонстрирую самые необычные модели. Для удобства разделение в первую очередь будет идти по поколениям, которых на данный момент насчитывается 5 штук. Первое поколение имеет под собой лишь единственный вариант наведения, а именно ручное управление на линии прицеливания. Далее М-клосс. Принцип работы следующий. Оператор управляет ПТРК напрямую через провода с помощью джойстика, отслеживая одновременно как вражескую цель, так и саму ракету, в хвосте которой для улучшения обнаружения часто ставятся яркие трассеры. Это требует большой выучки и стойкости оператора, опытности и твердой руки. Ракеты часто виляют, дергаются и удаляются под действием ветра и ошибок, а поэтому требуют постоянной корректировки даже в хороших погодных условиях. Солдат также должен видеть цель на протяжении всего полета ракеты, тем самым сильно подставляясь под ответный огонь. Типичными представителями этого поколения являются французский Норд СС-11 и советский 9М-14 «Малютка». Их реальное боевое применение во Вьетнаме и Израиле показало небольшую эффективность комплекса ввиду того, что либо и взрывы, осколки или стрельба, направленные в сторону оператора, приводили к почти гарантированному промаху ракеты, даже если управлял ею очень опытный расчет. Минусом системы также является небольшая дальность применения, хотя бы ввиду того, что отслеживать ракету с пройденным расстоянием становилось все труднее. Второе поколение, в отличие от первого, использует иные системы наведения, которые делятся сразу на два основных вида, а именно полуавтоматическое и полуактивное, каждый из которых мы разберем. Полуавтоматические системы разделяются на два типа, а именно полуавтоматическое управление по линии прицеливания, далее САКЛОС и наведение по лучу, ЛОСБР. Системы, основанные на САКЛОС, заметно отличаются от своих предков с полным ручным наведением. Теперь оператору не нужно напрямую отслеживать и корректировать ракету в полете. Держа прицельную марку на противнике, солдат лишь обозначает положение цели, в то время как автоматика отслеживает местоположение ПТУРа по горящему хвосте трассеру или же нагретой нити. Зная угловое местоположение врага благодаря оператору, а нахождение ракеты благодаря метке ее в хвосте, система передает сигналы управления НАПТУР по проводам или радиоканалу, стараясь держать поражающий элемент на линии прицеливания. В тяжелых условиях, а именно во время стрельбы или взрывов, эффективность переносных пехотных ПТРК на основе САКЛОС оказывается до пяти раз больше по сравнению с МКЛОС. Самыми известными представителями этого типа ПТРК являются американский ТОУ и советский ФАГОТ. Лос-Биэр, пожалуй, является самым известным видом ПТРК в мире. В нем ракета более не отслеживается автоматикой напрямую. Прицельный комплекс облучает цель узким лазерным лучом, в то время как выпущенная ракета пытается найти источник излучения, установленный в хвосте приемником, корректируя свой полет таким образом, чтобы постоянно держать луч в центре своего хвоста. Получается так, что ПТУР смотрит вовсе не на врага, а наоборот пытается найти союзный приемник излучения, смотря строго назад. Это дает комплексу крайне высокий уровень помехозащищенности, который уступает разве что системам САКЛОС и МКЛОС, управляемым по проводам. По сути, Лос-Биэр оказывается более эффективен на больших дистанциях, чем предыдущие системы наведения. Но боезапас стоит дороже ввиду того, что теперь автоматика управления и приемник установлен на каждой ракете. Пожалуй, самыми популярными в мире ПТРК такого вида являются украинское Стугна-П и российский Корнет. Важно, некоторые люди путают полуавтоматический Лос-Биэр и полуактивный САЛХ, ведь в обоих системах используется лазер. О различиях этих систем мы поговорим чуть позже. Что будет, если взять обычное полуавтоматическое наведение, улучшить его и добавить щепотку маркетинга? Правильно, поколение 2+. Пожалуй, самым ярким представителем такого поколения является украинское Стугна-П. Она представляет из себя обычный комплекс Лос-Биэр, но с удобным выносным пультом, а также телевизионной или тепловизионной камерами. Картинка с них поступает на выносной пункт управления, информация на который идет по проводам. Это позволяет операторам спрятаться как от обнаружения, так и от ответного огня в окопе, блиндаже или просто за холмиком, оставив под прицелом лишь маленькую пусковую установку. Лично мне не нравится формулировка поколения 2+, ведь такой выносный пульт можно приделать вообще к любому поколению ПТРК, даже к самому первому. И к тому же это не меняет сути самой системы наведения. С другой стороны, само улучшение оказывается на практике крайне полезным, и пройти мимо него я просто не мог. Кабы луч, снимаю шляпу за удачное решение. Полуактивная лазерная САЛХ и полуактивная радарная САРХ в самонаведении используют прием, при котором прицельная система облучает цель лазером или радаром, в то время как ракета принимает отраженный сигнал передним приемником. В таком случае ПТУР оказывается более подвержен помекам, но лучше работает на большом расстоянии и может нацеливаться от сторонних систем подсветки. Самым ярким примером такой системы является американский Хайлфайр. Важно отметить, что хоть эти комплексы и являются примером самонаведения, но сами относятся лишь ко второму поколению ПТРК, так как ракета все еще не может найти цель без сторонней подсветки. Третье поколение наконец полностью отходит от полуавтоматических принципов работы, ознаменуя эру полного самонаведения. Теперь все ракеты используют инфракрасные или активные радарные головки самонаведения для поиска и нацеливания на врага, позволяя оператору или транспорту сразу уйти с огневой позиции после пуска. Ввиду дороговизны головок самонаведения и электроники, третье поколение отличается довольно высокой ценой, которая превосходит все принципы нацеливания, которые мы осмотрели ранее. Также в отличии от системы типа М-класс, Сакласс и Лос-Биэр, это поколение наиболее уязвимо к помехам и системам каст типа Софт-Килл, где главной идеей является не уничтожение вражеских ракет, а использование подавления для их промаха. С другой стороны, большинство ракет третьего поколения в качестве основы имеют режим атаки сверху вниз, к крышу вражеской техники, что делает многие старые каст Софт-Килл, типа Шторы или Ватра, часто бесполезными ввиду направленности своих генераторов по мир. Самыми яркими примерами третьего поколения являются, конечно же, американский Джайвелин и израильский Спайк МР. Четвертое поколение представляет из себя планомерные улучшения третьего поколения и по сути ничего кардинально с собой не меняет. В этом поколении делается ставка на улучшение дальности и помехозащищенности за счет комбинирования головок самонаведения. Ярким примером таких комплексов являются индийский ПТРК Сант, имеющий на борту сразу три головки самонаведения, видимого и инфракрасного спектра, а также активный радар миллиметрового диапазона. Комбинирование систем наведения позволяет убрать главную слабость третьего поколения, а именно уязвимость к помехам или подавлению. Пятое поколение является на данный момент самым последним словом инженерной мысли. Это настоящий винегрет систем нацеливания, в котором вместе сплетены как головки самонаведения, так и командные управления, часто дополненные электронным инферциальным автопилотом. Пожалуй, наиболее известным представителем пятого поколения является французский комплекс ММП, а на борту ракеты имеется как инфракрасная головка самонаведения, так и телевизионная камера. Система может использоваться как комплекс третьего поколения по схеме «выстрелил-забыл», а может запускаться по командному наведению через провод, используя для навигации камеру видимого диапазона. Более того, ПТРК может запускаться с закрытых позиций, после чего находить цель постороннему целеуказанию через лазерный луч или самими операторами благодаря встроенным камерам во время полета. Пятое поколение показывает огромный уровень гибкости и помехозащищенности, а использование в таких системах готовой полукоммерческой электроники часто делает комплексы, схоженные по цене с третьим или четвертым поколениями. Как и обещалось в самом начале видео, я представлю несколько необычных вариантов ПТРК, которые точно стоят вашего внимания. На лав, который некоторые люди почему-то считают умным гранатометом, на самом деле является полноценным ПТРК вне классических поколений, который реализует систему PLOS, прогнозируемую линию визирования. Отслеживается ли несколько секунд, внутренний компьютер обрабатывает информацию о скорости и передвижении противника, после чего загружает в инерциальную систему ракеты полетное задание с учетом упреждения. После пуска ПТУР летит полагаясь только лишь на инерциальный автопилот с заранее вшитыми данными, это делает его полностью защищенным от каких-либо помех и подавления. Таким образом, лав является системой выстрелила за был с возможностью атаки в крышу цели, но ввиду отсутствия самонаведения, находится вне списка поколений ПТРК. Цена одноразового комплекса составляет около 30 тысяч долларов и выходит так, что он дороже большинства ракет первого и второго поколения, но дешевле третьего. АДАЦ – это канадский комплекс двойного назначения, который использует сверхзвуковую и тяжелую ракету для поражения как наземных, так и воздушных целей. Наводясь по схеме Лос-Би-Эр, словно Стугна или Корнет, он несет мощную и универсальную кумулятивно-осколочную боевую часть. 12 килограмм взрывчатки достаточно для того, чтобы уничтожить как танк, так и низколетящие цели благодаря лазерному неконтактному взрывателю. МГМ-166 Лосат представляет из себя комплекс с тяжелыми противотанками и ракетами, которые используют не взрывчатку или кумулятивную струю для уничтожения цели, а набранную в процессе полета кинетическую энергию. Благодаря тому, что почти все 80 килограммов веса заняты топливом, ПТУР способен разгоняться до гиперзвуковой скорости всего за 4 секунды, используя стержневую и боевую часть для пробивания танков и другой техники. Огромная скорость исключает возможность установки на ракет-систем самонаведения, а поэтому МГМ-166 использует старую добрую систему Лос-Би-Эр. А с вами был Арбагаст и на этом все. Можете подписываться на канал ради новых видео и заодно поучаствовать в выборе темы для следующего ролика. Все о броневой керамике, все о ядерной торпеде Посейдон или все о крылатых ракетах. Для этого просто отпишитесь в комментариях, что вам будет интересно.